Всем привет, это RTVI в московской студии. Андрей Ижов, сегодня пятница, а значит время подвести итоги этой недели. Сергей Мдаренко, он у нас в студии. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Сразу не могу не спросить, что так бензином пахнет в студии. Я вот приехал на мотоцикле, и здесь заправка, и я... Черт. Дело в том, что ты не слышишь, идет ли струя бензина. И я решил посмотреть, вытащить из любопытства, и долбанул, и я весь в бензине. Хорошо, что нет пятен, потому что это 98-й бензин был. Была бы соточка, вообще было бы прекрасно. Да, да, но ничего. Начнем, собственно, с обсуждения главных событий. Но, безусловно, Порошенко и Зеленский, они, судя по всему, проведут дебаты на стадионе в Киеве. И это, на самом деле, какая-то супер беспрецедентная штука для постсоветского пространства. Вы знаете, Порошенко беспрецедентный, потому что он требует дебатов, он просит дебатов. Вот это удивительно, потому что Зеленский олицетворяет новое поколение. Зеленский олицетворяет новое поведение, политическое поведение в том числе. Он как бы атакующий, он быстрый, он легкий, он весь такой хипстерский. А Порошенко, он должен быть тяжелый, грузный, бюрократ такой и так далее. Параграф 28. А тут ровно наоборот. Вот Порошенко атакует, и когда Зеленский начинает придумывать, как ему, ну, я здесь не пытаюсь, ей-богу, только не хочу выглядеть как сторонник кого бы то ни было. Меня интересует сцена в данном случае, на сцене я вижу Порошенко и Зеленского. И я хочу сказать, что Порошенко ведет себя парадоксальнее Зеленского. Зеленский и так должен себя вести, а Порошенко наоборот. И Порошенко, который говорит, стадион, окей, пусть будет стадион. Там, допустим, Ашенко судит эти дебаты, и здесь Порошенко говорит, слушай, Зеленский, ну выходи, будь мужиком, ну кончай, стадион так стадион. Понимаете? То есть он ведет себя парадоксальнее Зеленского. Он как бы перехватывает вот этот драйв, он перехватывает трендовость какую-то. Это интересно само по себе. А главное, это абсолютно, абсолютно не по-византийски. Россия в своей политической культуре наследует три гигантские ветви. Это, они на самом деле гигантские. Это, конечно, ордынство, византийство. Я могу перечислить, что именно мы получили. И прусачество. Прусачество как власть унтер-офицера и параграфа, и устава, и так далее. Ордынство как коллективная ответственность. Но если кто-то, вы знаете, что такое ордынство, и яса, Чингисхана, и коллективная ответственность. Если кто-то в десятке людей плохо, например, работал, то убить надо все 10 человек. 10 человек, все. Ну и желательно до седьмого колена всех родственников, чтобы не мстили. Вот это ордынство как метод управления, как коллективная ответственность, типично для России. Византийство как чтение по писанным текстам. Византии же не выступали на форумах, в отличие от Рима. Они читали всегда писанное. Базилевсы читали писанное. И русские, следуя за базилевсами, до последнего времени вообще не говорили без писанного текста. А вот эта больше римская традиция, Киев показывает больше римскую традицию, таких активных вербальных сражений на форумах, на площадях, которые, кстати говоря, на Украине была еще и до Унии, до объединения с Россией. И издревле православные священники там ругались с ксензами, сражались вербально. Так что эта новая традиция, она ошеломляет нас, византийцев, но, может быть, она типична для украинцев уже века. Может быть. Слушайте, она ошеломляет, она не разочарует российского обывателя. Вот мы здесь из России на фоне застоя смотрим на то, что у них там. Что они клоуны. Нет, нет, что разочаруют. Реальная политика так или иначе с одной стороны. Но поймите, поймите, я думаю, что русская аудитория делится здесь на двое. Может быть, я не пытаюсь выделить процент, но я бы сказал, половина, хорошо. Половина, как та блондинка, помните? Половина, 50 на 50, что я встречу динозавра, 50 на 50. Так и я дам, 50 на 50. Половина русских испытывает раздражение в этой связи. Раздражение, что это инаково, это инаково, а значит мерзко, это клоуны. Но половина, мне кажется, испытывает чувство легкой зависти, такой приятной. Потому что, черт, это по крайней мере живые люди. Это по крайней мере, это реальная жизнь. Пусть это жизнь безалаберная, с нашей точки зрения. Потому что мы очень люди прусаческие такие, да. Пусть она безалаберная, пусть все это хаотично, но это весело и это драйвово. История с этими дебатами еще связана с анализами почему-то. Вот Зеленский попросил Порошенко сдать, они там сегодня все сдали. А, нет, но это же намеки. Ну поймите, это намеки. Здесь Порошенко, конечно, тщательно все сдает, потому что намеки, что Петя сильно поддает, они, в общем, были все эти годы. Не подтвердилось, я так не подтвердил. А, ничего не подтвердилось, абсолютно. Значит, но Петр Порошенко хотел сдать эти анализы. Хотел сдать эти анализы. Именно для того, чтобы развеять слухи, это очень важно для него. Очень интересно. Вообще говоря, я сегодня не знаю, кто победит в этих выборах. И это само по себе ошеломляет. Потому что мы-то точно знаем, кто победит. Но всегда мы знаем. И даже больше того, мы знаем, что всем отрежут тестикулы, если в первом туре не победит наш, значит сказать, кумир. Понимаете? То есть, условно говоря, если наш кумир победит во втором туре, то тут многим не сносить головы. А там вот я и сейчас не понимаю, кто победит. Честное слово. Пани Юлия Владимировна, она в этой схеме где вообще? Или все, взбитая летчица, украинский народ хорошо помнит всю эту историю с премьерством? Знаете, я должен со всей откровенностью сказать, что я был с ней знаком лично в 2004 году. И я должен сказать, что, ну, я не пытаюсь никого обидеть, что она, конечно, аспит, самая чистая. Ну, правда. Она такая сладко-речивая, но очень... Она всегда играет на обострение. Вот это очень важно понимать. Из любого положения вы берете... Вот вы берете ниндзя какой-то... Это такой политический ниндзя. Вы кидаете ее в любую точку, Юлию Владимировну, и она из любой точки играет на обострение. Из любой. То есть, она летит, падает вроде. На обострение, на обострение, на обострение. Кобра. Ну, в смысле, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Чисто кобра. Ну, она потрясающая в этом смысле. Откуда силы, я вот не понимаю. Слушайте, ну, уже сколько лет все это продолжается, и прям что-то никак. Это не успокоится. Это правда. Вы убивали когда-нибудь змею? Не приходилось. Я как-то в Переяславке на реке Уссури, около реки Уссури, пытался ее убить топором. И лупил минут 20, я вам хочу сказать. Поэтому, когда вы говорите, откуда силы берутся, черт его знает, они есть. То есть, что касается России, тут с нашей непонятной жизнью, Песков-то не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь, а Ростов-то... А Ростов-то, знаете, как-то Песков, мне кажется, должен был сказать, а что-то не хватает. Пусть они зайдут в комнату, где хранится обувь, потому что у приличных людей... Под лестницей. Нет, 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 у приличных людей специальная комната отдельная для обуви. Ну, так сказать, там полки, и там обувь, 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 как в универмаге. Значит, или как в одном магазине, у приличных людей. Песков должен был спросить, ну, почему они... Что за капризы? Пусть зайдут в комнату для обуви и выберут любую из нескольких сотен пар. Ну, понимаете, в чем дело? Почему... Нет, Песков, я не хочу здесь... Вы смеете, Песков-то ведь не спросил, почему денег не хватает. Он спросил, почему выбран такой критерий? Почему выбран критерий, что они не могут купить себе обувь? Почему? Что за критерий? Но дело в том, что мы привыкли к тому, что обувь не нужна человеку. Ну, а зачем она, на самом деле? Ну, ходит пусть босиком. Понимаете? Грязь сама обретит. Но здесь, в России, весь набор, вот этот вот минимальный набор, он рассчитывается из того, что вы жрете перловку. Вы жрете перловку, а потом, значит, там кусочек сахара положили, это вам будет перловка уже на сладкое. Ну, значит, другая перловка. А потом, значит, какая-то перловка, которая засохла, позавчерашняя перловка. Это будет, значит, соответственно, эти самые хлопья какие-то и так далее. Понимаете? Значит, они не привыкли к самому критерию, что людям нужна обувь. Ну, ходят в каких-то кирзачах топтанных. Послушайте меня. Страна, где 3200 школ ходят до ветра в туалет, ну, нет туалетов. 3200 школ без туалетов. Ну, как, а в чем они ходят? Вот это они ходят в огород какать, например, школьники. А в чем? Что у них на ногах? Ну, это настолько несущественно. Мы понимаем, что они в чем-то ж ходят. Ну, там уже, да. В этих обстоятельствах смысла уже не имеет рассуждать об этом. И при этом говорят, у нас нет денег на обувь. Товарищи, ну, что за капризы? Вы же сидите лопухом, вытираясь в огороде. Ну, какая разница, есть у вас деньги на обувь или нет? А как вся эта история со вставанием с колен совмещается в одной голове? Вот я не очень понимаю. Я говорил со своим приятелем, который... Я был в Нью-Йорке год и два месяца назад, и мой приятель прилетел ко мне из Вашингтона. И он сказал, значит, он работает в Wall Street Journal. И он сказал, ты знаешь, Россия играет всегда сильнее в своей лиге. То есть, вы во второй лиге, а играете как высшая лига. И это интересно, он говорит, поэтому за вами интересно следить. Алан. И я говорю, Алан, а почему мы во второй лиге по экономике, а играем как высшая лига в политике, в международной? Он говорит, я не знаю. Я говорю, я знаю. За счет народа. За счет народа. Народ во второй лиге, а правители высшей лиги. И вот и все. Но если вы скажете, это 21 век. Нет, в 20 веке было. Ровно так же, когда мы запускали ракеты в космос, достигали паритета ядерного с Соединенными Штатами. Вы там не были, я там был в это время. Я знаю, что на этих станциях железнодорожных дядьки с отрезанными туловищами скользили на фанерных дощечках. Вот такие вот строились фанеры. Здесь подшипник, 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 подшипник. Четыре подшипника. Туловище втыкалось в это, отрезанное туловище, ветераны, те, которые пришли с войны. И они скользили на таких культях, толкаясь об асфальт, вокруг бидонов огромных с пивом, которые были на площадях. И они просили допить. Вот вы пьете пиво. И он, дай допить. Они такие дерзкие были. Они толкали свои туловища отрезанные. И дай докурить. Дай допить. Дай докурить. Вот такие они прямо резкие были. Значит, и в этот момент мы достигали ядерного паритета. Понимаете? У нас всегда народ во второй лиге, а правители в высшей. Так же было, когда рабы выгоняли отсюда французов в 1812 году. Рабы, Кожина, госпожа Кожина, которая вилами порола здесь французов, Герасим Курин, который топорами краил здесь французов, они были рабы. Крепостные рабы. Понимаете? Это страна, наша страна, чудесная, любимая моя страна. Она строится на том, что народ во второй лиге, а правители в высшей. Почему, если разобраться, по-другому-то не было никогда. 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 Ни при Василии Третьем, ни при Иване Третьем. Никогда не было. Почему? Потому что мы продолжаем жить при феодализме. Это теперь неофеодализм. Наверное, какой-то победный с античеловеческим. Потому что гуманизмом даже не пахло. Это неофеодализм. Это неофеодализм. А был просто феодализм. А было еще просто феодализм. Никогда не менялось ничего. Что касается этого Росстата, которому не поверил Песков, его же переподчиняли там Силуанову. Да теперь опять кого-то посадили в Амурской области из Росстата. Они считают все время неправильно. Они когда начинают стараться, все смеются и их сажают. Когда они считают, то есть когда они считают как бы угодливо, все смеются и их выгоняют. Когда они считают неугодливо, все злятся и их выгоняют. Статистика все время виновата. Все время виновата. Не так считают. И при этом на фоне всего этого прекрасного расклада, Россия на этой неделе, как стало известно, выделит Беларуси кредит 600 миллионов долларов, чтобы, внимание, Минск погасил долги перед Москвой за предыдущий кредит. Но их там целый ком был за эти годы. Причем Силуанов об этом сказал опрометчиво журналистам. Песков потом стал оправдываться, что мы пока прорабатываем это решение. Что это вообще? Вы знаете, с Белоруссией я напомню людям, кто не помнит, Лукашенко, Александр Лукашенко, пришел к власти в 1994 году. В 1994 году я его интервьюировал во время предвыборной кампании. Я очень хорошо помню, я ездил на поезде на это интервью. Он говорил, что братья россияне подарят мне новый Мерседес. Я ему говорю, что вам достанется Мерседес Кемича? Он говорит, что я думал братья россияне подарят мне новый Мерседес. Очень интересно. Это человек, невероятно, это комплимент, невероятное политическое животное, в смысле инстинкта Лукашенко. И он правдами и неправдами с 1994 года шантажирует Россию, значит, непрерывно шантажирует Россию, Китай, Европу и Америку, всех вместе. При этом еще и Иран, и при этом еще и Венесуэла. И Китай, по-моему. И Китай, Китай, я упомянул. Да, да, да. Всех шантажирует по периметру. Это что-то нереальное. Вы понимаете? Я восхищаюсь его хитрости, которая, видимо, заменяет ему интеллект. Но хитрости столько, что интеллекта не надо. Но что касается вариантов дальнейшего развития событий в Беларуси, то есть это все? Это до гробовой доски и мальчик Коля? Это навсегда. Да, да, да. Династия, все и все. То есть такого украинского сценарияма там вообще не может быть? Нет, потому что белорусы иные. Я сейчас не хочу опять обидеть, но разница, наоборот, я восхищаюсь ею. Если украинцы, это всегда казачья республика, казачья республика. И вот вы возглавили, например, что угодно, вот эту студию. Первые слова украинца, знаете, какие? А ты кто такой? А ты только такой, Андрей, что ты тут сел? Это вот украинец начинает с этого. Ты кто такой? Украинец сразу оспаривает. Сразу. Значит, то белорус внутренне ищет парадок, парадок. И он велел собрать листья, и он велел окрасить тополя. Вот тоже надо окрасить тополя. И у них чувство порядка, у белорусов, настолько вызывает у самих восхищение, что вот они после того, как они все уберут, приберутся, ну у меня друзья ж там живут им все, преподаватели какие-то и все, они говорят, вот мы приберем и так хорошо на душе, им так радостно от порядка, они восхищены этим. А он тоже плоть от плоти этой земли, Лукашенко, и он тоже, чтобы парадок, окошенные газоны, все, ну как бы они большего не требуют. А политической конкуренции там нет. Ну ее просто не существует. Там все, что можно было уничтожить, уничтожено, они все в Варшаве. Да, 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 выпало ли последнюю политическую конкуренцию. В этой связи он соответствует вот этому духу парадка, а политическая конкуренция полностью отсутствует. В этой связи он будет вечен, он будет всегда. Что касается всех этих кредитных историй, новых траншей, это ли не попытка продолжить эту... Посла Бабича послали его препарировать. И вот Лукашенко получил политическую конкуренцию в виде русского посла. И вот если бы сейчас вы сказали мне, давайте ставки, я бы поставил на Бабича против Лукашенко как два к одному. Бабич его разделает под орех. Не верьте силенности. Вот когда вы говорите о Белоруссии, когда вы говорите о, так сказать, судьбе Лукашенко, Силуанов, что сказал, Путин, что сказал, не надо слушать вообще. Скажите, Бабич и Лукашенко два к одному. Бабич разделает его под орех. Я не шучу. Жесткий, четкий. И точно получил от Путина карт-бланш Бабича. То есть история с вариантом транзита, так называемого, она не закрыта? Она, во-первых, не закрыта. История с транзитом как объединением государств. Да, да, не закрыта. А во-вторых, Бабич это первый политический конкурент Лукашенко с 94-го года, который вырвет ему клыки. Я не шучу. Бабич это серьезно. До этого, до этого, был русский посол, который на четвереньках в зубах приносил тапочки к кровати Лукашенко. Был русский посол, который был слугой Лукашенко. Бабич сейчас, нет, это ровно наоборот. Вот на фоне всех этих непростых историй с отсутствующими туалетами во многих школах, неудивительно, что каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать. Будет такая возможность. Это исследование Гэллопа. Причем сегодня Песков в интервью говорит Москва, заявил, что американцев, желающих уехать, якобы еще больше. Ну, то есть там какая-то странная история. По количеству, может быть. Я бы не стал спорить с Песковым, потому что он человек в высшей степени образованный и точный. Но я думаю, что не учил Песков, что американцев 320, а может быть, более миллионов, уже 330, наверное, миллионов человек. А, значит, у американцев есть ультрабогатое поколение. Вот это поколение бэби-бумеров, которым сейчас 60. Им 60, 65. Это поколение, рожденное вернувшейся из Европы армией. Когда армия вернулась из Европы, в конце 50-х, они занялись воспроизводством. И вот это поколение огромное. Такое же и в России оно огромное. Поэтому из-за того, что подкатило это поколение в России, у нас перенесли пенсионный срок. Пенсионный возраст. Но их просто много. Бэби-бумеров так много, что их просто не прокормить. И им нельзя теперь выйти на пенсию. Вот именно бэби-бумеры отсрочены. А как раз ваше поколение? Да, абсолютно. Я со знанием дела говорю об этом, потому что у нас это нищее поколение, а в Америке это ультрабогатое поколение. И действительно, очень многие из бэби-бумеров, но не очень многие, но часть бэби-бумеров в Америке, действительно покупают яхту и уезжают больше, чем на полгода на Карибы, я не знаю, чтобы не платить налоги. Чтобы в АРС писать, что они не были в Америке или там совсем мало были в Америке, у них нет инкам, ничего нет, одни долги и все. Они немножко жухают для того, чтобы сохранить деньги. Может быть, Песков говорит о них, но представьте себе разницу между уезжающими талантливыми ребятами 25, 30, 35 лет, которые валят из России массово, компьютерщики и так далее, которые делают все, чтобы свалить, и бэби-бумеры, жирные, наглые, вроде меня, которые покупают яхту и катаются там, и хохочут где-то в портах, дразня попугаев в местных ресторанах. Сравните, это разные вещи, это очень разные вещи. В России, к сожалению, Москва превращается в такую свою обычную воронку, в которую всевозможные Новосибирск, Омск, Ярославль, Воронеж сбрасывают молодежь, потому что в провинции намного хуже, чем в Москве, намного хуже, намного душнее, намного меньше работы, намного меньше востребованы таланты и больше того, там наказывают за каждое движение, за каждый репост, за каждый лайк, там озверевшая эта габушка, которая ловит всех. Молодежь поэтому бежит из провинции в Москву и Москва становится перепускной воронкой, здесь в Москве они напружиниваются для прыжка в Торонто, в Калифорнию и в Германию и так далее, понимаете, они здесь напружиниваются и прыгают дальше. И это на самом деле хорошо для Москвы, что сюда вся талантливая молодежь из России приезжает. Но ненадолго. Но плохо для Москвы, потому что они не задерживаются, часть, их часть, конечно, большинство остается, большинство пока, но талантливейшие находят в себе силы для второго прыжка. Первый прыжок Москва, второй прыжок Торонто, Калифорния, Берлин и так далее, понимаете? Но это плохо. Не видеть этого нельзя. А все эти программы возвращения, переселения соотечественников, они насколько, они нелепые? Вы понимаете, на самом деле мы переселили, мы слышим то и дело, что там в тюрьму или там мучают следователи всяких этих переселенцев, которые приехали староверы из Бразилии, значит, это типа амишей американских, какие-то староверы, которые сидели в Боливии, в Бразилии, которые говорят на каком-то древнем языке, аж по елику и так далее, какие-то странные вещи и так далее, в каком-то Срославянском. Они селятся в деревнях, их как-то привечают, потом почему-то начинают сажать в тюрьму, вот отнимать у них что-то неправильно зарегистрированное. Они разводят руками, они в общем, в сущности, латиноамериканцы в течение века, да, они не понимают, за что их бедных мучают. Вот это переселение, я не знаю, насколько это говорят, 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 что еще может качнуть Казахстан в связи с переменой власти, я не знаю. Пока признаков нет. Но говорят, что Назарбаев был потрясающим гарантом стабильности для русских и может быть это качнется, а может быть и нет, потому что Назарбаев по-прежнему контролирует. Я не знаю, откуда мы возьмем переселенцев, кого мы возьмем. И мы берем переселенцев, которые копают лопатой, зимой. Вы видели, как среднеазиаты, таджики, копают в сланцах во вьетнамках зимой окоп, там 2 метра глубиной под канализацию. Вы видели? Я видел. Я подошел к их начальнику и говорю, послушай меня, минус 10, у тебя люди в сланцах босиком копают яму лопатами таджики. Знаете, что он меня видел? Гороскоп у них такой. Гороскоп у них такой. Я подошел, у тебя умрут люди, умрут, они умрут фактически. Вот таких одноразовых рабочих мы выписываем массово. А сильные айтишники уезжают дальше на запад. Это все равно, это отрицательная селекция, понимаете? Это отрицательный отбор. Но этот вектор сейчас, он не остановим, по-вашему? Ну, а так он будет остановим. Ну, не знаю. Я вот думаю, что надо... Дело в том, что могут и такое есть, например, в Белоруссии, я скажу вам парадоксальную вещь, когда мощные айтишники предпочитают сидеть в Минске, не уезжать. Сидеть в Минске потому, что просвещенный авторитарный правитель, в данном случае Лукашенко в этом конкретном аспекте, он просвещенный авторитарный правитель. Он разрешает этому сектору развиваться. Вы сейчас будете очень удивлены. Такой же подобная ситуация начинается в Узбекистане, когда просвещенный тоталитарный или авторитарный правитель позволяет айти развиваться. И не лезет туда. Но в России, к сожалению, к огромному мракобесы, мракобесы и люди архаично настроенные, стремящиеся к архаике, постоянно лезут в этот сектор. Вот если бы они сказали, дайте нам здесь плясать, водить хороводы, а здесь будет айти, и мы не полезем к ним, клянемся. Или Путин бы сказал, послушайте меня, вы здесь ходите с хоругвями, ходите с хоругвями. Первый, кто заикнется полслова против айтишников, язык вырежу. Вот он использовал бы авторитарную власть. Он бы сказал, полслова против айтишников, язык отрежем, паскуды. Если бы он так сказал. Но у нас дума и вся архаика непрерывно покушается на айти сектор. Она непрерывно его душит. Поэтому у нас хуже, парадоксально, у нас хуже, чем в Минске. У нас хуже, чем в Минске. Там много айтишников. Но Лукашенко не велит их душить, а у нас они вызывают ненависть и зависть и злобу архаичного сектора. И он постоянно их душит. И тогда что остается делать? Но это какая-то немотивированная агрессия, или они их просто боятся? Они... В чем? Они... Это такая вот страх перед будущим. Потому что страх перед будущим. Будущее уничтожит архаиков. И архаики это точно понимают. Архаики знают, что утро несет им смерть. Понимаете? С первыми лучами солнца. И они пытаются заслониться как-то. Понимаете? И все, что смеется, все, что весело, все, что живо, все, что молодо, вызывает у них активную ненависть. Кстати, вспоминая Казахстан, там, по-моему, программа даже была целая обучение студентов в западных... Много. У меня еще приятель ездит в Астану. Ездит в Астану, которая теперь называется Нур-Султан, если не ошибаюсь. Значит, и у него там... Он там в институте преподает. И он говорит, ты знаешь, моя начальница, ей 29, она вернулась из Америки. Еще там у него на кафедре они вернулись из Америки. Кто-то из Англии. Ну, это есть, да. Казахская молодежь, вернувшаяся после учебы за рубежом и строящая свою страну. Это есть. И вот еще пример авторитарного, просвещенного авторитаризма. Мы же не считаем, что там демократия западная есть в Казахстане. Это просвещенный авторитаризм. Ну, вот он дает такие хорошие тоже примеры. По поводу удивительных технологий российских будущего или скорее прошлого, российская Миноборона, как выяснилось на этой неделе, пребывает в очень странном состоянии. Ну, мне так кажется. Официальный журнал Министерства обороны, есть и такой, опубликовал статью о внимании боевой парапсихологии. Потом автор этой публикации, что самое смешное, там целый полковник запаса что-то написал. Николай Поросков его зовут. Заставили написать и объяснить, откуда он все это взял. Почему? У нас в эту тему-то понесло. Значит, смотрите, просто на самом деле Шойгу здесь, Шойгу просто не может досмотреть все, да, доглядеть. Но его, конечно, скромпрометировали ужасно. Вот это архаикой ужасная. Существовали действительно, просто, я думаю, все вы знаете люди из, в том числе, художественной литературы, из фильмов. Вы знаете, что были опыты в Пентагоне, где, значит, в 50-е годы исследовалось паранормальное состояние, раскрепощение сознания, сверхсознание и так далее. В 50-е годы применялся, студентам давали ЛСД, добровольцам. Применялись флотинг, вот эти камеры сенсорной депривации, когда людей в соляной теплый раствор погружают, лишая, в темноте, лишая их сенсорных ощущений. Под ЛСД погружали в сенсорную депривацию и так далее. Для того, чтобы изучить сверхспособности мозга. Это все было 50-е годы. Для меня важно, чтобы вы запомнили даты. 50-е годы. В конце 70-х аналогичные опыты проводились в Советском Союзе. Через 20 лет Советский Союз где-то про это прочитал. Может быть в кино посмотрели. И устроили в Киеве подобную лабораторию. Была такая лаборатория в Киеве, где у меня было два товарища, которые там работали на КГБ. Знакомые мои, сегодняшние. Они в конце 70-х там работали над сверхсознанием и всей этой ахинеей. Через 20 лет после Пентагона советские люди убедились, что это полная ахинея, что это не работает, что это чушь собачья. И все на этом забыли. И всем стало стыдно. И все разошлись. Подписали, что никогда об этом не скажут. Но в товарищеских компаниях иногда говорят. Значит, хорошо. А проходит еще какие-то жалкие 40 лет. Послушайте меня. 40 лет почти. 40 лет почти 50. После чего выходит еще один исследователь. Сейчас Минобороны. Понимаете, это как в рассказах о Генри. Можно ли обмануть фермера дважды, трижды, четырежды? Можно. Потому что его деревенщина, он деревенщина настолько, что он покупает какую-нибудь дрянь или играет в наперстки, потому что это инстинкт его влечет, говорит о Генри в одной из своих работ. Значит, то же самое здесь. Министерство обороны в косности, в борьбе с наукой, в борьбе с построением. Наоборот. То есть они все время строят храмы, 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 храмы. Но они полностью деактуализированы. Полностью. Они покупают сейчас статью и покупают идею, которую советские люди признали ахинеей 40 лет назад, а американцы 60 лет назад признали ахинеей. Понятно, да? Сейчас наши делают это открытие. Это как бандерлоги, которые нашли какие-то чужие храмы. Понимаете? И они пытаются понять, что это. И они начинают вертеть в руках то, что выброшено американцами 60 лет назад, а русскими выброшено 40 лет назад. Но скажите, пожалуйста, с какой степени надо быть кретинами? Я все время ждал дерева. Я все время думал, что существует... Давайте представим себе. Что существуют ученые. Ученые. Вера в науку. Вера в инженерное искусство какое-то. Которая идет от Жюля Верна. От строительства железных дорог. Там Кулибина какого-то. Потом Жюля Верна. Потом строительство железных дорог всюду в России. Вера в инженерное искусство. Которая идет через творчество Андрея Платонова. С его дизелями. У него там дизель разбирают, собирают, орошения. Вот это все идет и до Гагарина. До Гагарина. От Кулибина до Гагарина мы видим торжество науки и инженерного искусства. Когда все понятно, материалистично. Потом приходит наконец вот эта вот мистика. Уже у Ельцина. Уже у Ельцина. Был генерал Рогозин. Не этот Рогозин, что сейчас. А другой был. Генерал Рогозин. Который заставлял Ельцина действовать по гороскопу. Инсультировал. Да. Он составлял ему гороскопы. На каждый день. И советовал, что подписывать сегодня, а что завтра. В соответствии с гороскопом. Понимаете? Там планиды. Вот это все. Хорошо. То есть мы переходим от веры в инженерное искусство. Всевозможные гиперболоиды понимаешь ракеты. Мы переходим к гороскопам в девяностые. И продолжаем говорить о хинею сейчас в 21 веке. Понимаете? Мы деградируем так, как будто этот слой ума был микроскопическим. И его вот так сдуло и все. Но это страшно. Владимир Владимирович, кто-нибудь консультирует? Нет. Сейчас нет. Нет. Я уточнял, но нет. 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 Точно нет. Я просто не очень понимаю, как такие публикации. Но казалось бы, официальный журнал Министерства обороны. Но не то, что мышь не проскочит, но понятно, военные там. Бывает разгильдейство. Но как такой бред откровенный просто появляется, публикуется и потом все удивленно смотрят? Это же на стол министру кладут. Ну, тем более. Это на стол министру кладут. Ты, конечно, понимаешь, что, наверное, нет возможности просмотреть все. Это деградация. Общая деградация. Понимаете, в чем дело? Я вспоминаю, здесь я должен обратиться с упреком к нашим зрителям, которые эмигрировали из России. Понимаете? Я в свое время приезжал на Алтушку, на Алтуфьевское шоссе. В гаражи к своему знакомому. Мы сидели в гаражах, и с соседнего гаража приходил доктор наук. А из другого, ну там был доктор наук-физик, а из другого доктор, какой-то важный доктор, хирург, а из другого, какой-то доктор-экономист приходил. Из трех гаражей на Алтушке, на Алтуфьевское шоссе, собирались три доктора. Мы сидели там на таких ящиках и болтали. Если вы сегодня поедете на Алтушку, на Алтуфьевское шоссе, рядом с МКАДом, вы в этих гаражах больше не встретите докторов наук. Нет, они все свалили. Вот я к вам обращаюсь с упреком, дорогие. Вы свалили, да, вы свалили. Теперь, когда я приезжаю в гаражи, там не с кем поговорить. И теперь, когда вы говорите, черт, вы архаики, идиоты, кретины, и вы говорите антинаучные глупости. Эй, а вы-то уехали, с кем мы теперь будем говорить? Мы говорим с колдунами, с составителями гороскопов, с попами. С кем нам еще говорить? С теми, кто остался. Вот это общий уровень. Были хорошие ребята там в гаражах, теперь их нет. У нас продолжается публичное линчевание футболистов, несчастных, как Корина и Мамаева, которых, казалось бы, уже все про их избиения чиновников забыли, но полгода в СИЗО еще. Давайте правда, еще полгода в СИЗО, и будут они год в СИЗО. Вот я хочу напомнить, вы знаете, как я считаю Сталина палачом, да? Это правда. Сталин палач, я не сталинист. Тем не менее, во времена Сталина было очень много следователей еще царских и так далее. Мы исходим из чего? Вот с вами, давайте так. Кокорин с Мамаевым, два футболиста, совершили преступление. Но оно совершено. Его надо расследовать, товарищи. Для чего их держат? Чтобы расследовать преступление. Почему их не выпускают? Потому что они могут повлиять на следствие. Скажите, пожалуйста, каково это преступление? Они подрались в кафе. Они подрались в кафе и вели себя развязно. Они сначала вели себя развязно, непотребно ругались. И им сделали замечание люди, которые мирно пили кофе в кафе. И этих людей они избили. Сколько вам, каждому из зрителей, нужно времени, чтобы расследовать подобное преступление? Я скажу, 15 минут. 15 минут. Вам нужно 15 минут, чтобы расследовать подобное преступление. А предположим, что у вас обеденный перерыв, а еще много писанины. До вечера вы расследуете это преступление. С утра пришли на работу, к вечеру все расследовано. В размеренном темпе. Почему я говорю о сталинизме? Убили товарища Кирова 1 декабря 1934 года. А 29, проведя все следственные действия, убийца уже был застрелен. Там еще кто-то. То есть 29 был приговор и приведение в исполнение. Расстрел. 29 декабря. Первого он застрелил Кирова, а 29 его. 28 дней разница. Значит, 4 недели на все расследование, на суд, на все процессы, на все. Окей. Хорошо, сталинизм плохой. Но здесь просто драка. Сколько нужно времени, чтобы ее расследовать? Оказывается, в современной России год. Значит, мы должны понять, что это не расследование, что это просто казнь. Что этих двух идиотов... Я не их сторонник. Они не умные ребята. Они отвратительно себя вели. Они хулиганы, вот патентованные хулиганы. Но я предлагал и предлагаю. Значит, поставить их где-то на отметку. Поставить на отметку. Дать им пыром по копчику. Разогнаться и пыром по копчику. Прямо вот как есть в этой кроссовке футбольной. Взять с каждого по миллиону рублей на лечение этого пака и другого пострадавшего. И выгнать. Хватит мучить. За что? Но они хулиганы. Балбецы, хулиганы и преступники. Но преступники в такой степени, что, а, на расследование преступления... Ну, давайте так. Кокорин, я вот вызываю. Вот я провожу сейчас вам расследование. Кокорин, ты бил пака? Бил. Ты понимаешь, что сону? Да, так точно. Все. Мамаев, ты бил пака? Бил. Давай, пиши здесь. Ага. Давай, посиди в коридоре. Пак, иди сюда. Пак, тебя бил, Кокорин? Так точно. Мамаев бил? Да. Все. Молодец. Здесь распишись. Все. Так, это самое. Что вам еще надо, ребята? У тебя есть гематомы где-то? Ну, синяки давай, покажи. Все. Хорошо. Ребята, значит, вы били этот и видео подтверждает. А там расследовал. Так что же этот идиот следователь сейчас расследует уже полгода? Что он расследует? Может, там завал? Я расскажу, что они расследуют. Они ничего не расследуют. Они пытают тюрьмой этих двух балбесов. Пытают тюрьмой. Просто пытают тюрьмой. Чтобы дидактически показать всем футболистам, что плохо оступиться, напугать. То есть, это берется на испуг все остальные футболисты, спортсмены и другие балбесы. Показано, что мы вас все любим. Ну, футболисты, кумира и все, да? Но если вы переступите какую-то черту, мы вас будем пытать. И это пытка. Просто назидание другим. Мы будем пытать вас и все другие скажут, черт, мы не хотим пыток. Это просто пытка. Это зиндан. Это зиндан со змеями, зиндан с крысами, который практиковался в средние века. Россия практикует средневековую яму, в которой держат Кокорина с Мамаевым просто для того, чтобы их пытать. И сломать им судьбу. И сделать так, чтобы не могли они вернуться в профессию. И сделать так, чтобы они лишились здоровья. И сделать так, чтобы они всю жизнь проклинали эту минуту, когда они подняли руку на этого человека. Я понимаю, это просто средневековая пытка. Ну, так. Это моя точка зрения. Слушайте, ну, 7 лет назад, по-моему, все это началось еще с дела Пусирают. Там еще более средневековая была. Пусирают. Пусирают. Что там надо было? Что там надо было расследовать? Вот они спели, вот они спели. Кто их слышал? Полтора человека. Там же было полтора человека. Там какая-то уборщица, я помню. Там было полтора человека. Их слышало полтора человека. Плюс Господь. Но Господь слышал бы их даже во враге. Где угодно. Господь же везде. Не обязательно должен быть в церкви. Я не понимаю. Это тоже была пытка. В случае с Кокориным и Мамаевым эта пытка закончится уже в суде с приговором. Ну, то есть, им зачтут то, что они отсидели или еще добьют? Да. Но мы привыкли к лицемерию. Мы хотим лицемерия. Мы хотим пытки. Мы точно с вами понимаем, точно с вами понимаем, что расследование этого преступления, я не сомневаюсь в преступлении, расследование этого преступления должно занять у любого нормального человека, может быть, часа четыре. То есть, до обеда такие расследования делаются. До обеда. И то, что их расследовать будут год. Расследование будет продолжаться год. Это просто средневековая пытка. В назидание. Я не знаю, насколько это современно. Год держать людей, чтобы расследовать, как они ударили стулом другого человека, что видно на видео. Дальше что? И все это подтверждают. Давайте в страны Балтии переместимся ненадолго в Латвию. Отстранили буквально ночью сегодня Нила Ушакова. Там прям ночью пошли молнии. Отстранил его, причем, министр регионального развития Латвии. Его в прошлом конкурент на выборах, как я понял. Там все дело в коррупционном скандале, поставке общественного транспорта. А в этом ли дело? Как вы думаете? Вы знаете, я думаю, что я бы не искал второго дна. Я со всей откровенностью вам скажу. Нил Ушаков симпатичен был русской аудитории, что он очень современный, очень прибалтийский и в то же время русский. Мы испытывали к нему симпатию, огромную симпатию. Но мы должны сказать, что критерии коррупционности на Западе, в Европе, в том числе в Прибалтике, таковы, что нам они непонятны. Вообще непонятны. То есть, условно говоря, нам кажется, что это придирки. Понимаете? Но мы помним, как в Соединенных Штатах людей терзали, политиков терзали, в том числе людей из администрации, за то, что они воспользовались для личного разговора с служебным телефоном. То есть, сами критерии придирок иные. Понимаете? Современный русский начальник вызывает за собой машину. Ну, в смысле, подача. Подача, например, в 8 утра. И первое, что делает водитель с охраной, это везет в частную школу детей его. В 8 утра. Он не поедет на работу. По сути, коррупционное преступление. Это коррупционное преступление. То есть, садятся дети, охранник, охранник следует с детьми, они их и везут в Павловскую Слободу или куда-то в школу. Они их там сдают в школу, все нормально, едут назад. После чего они ждут начальника, который выходит там в 9.30, может быть, или к 10. У него работа с 9, поэтому он где-то к 10 выходит из дома. Он едет на работу. После чего эта машина совершает третий путь. Она едет назад и везет его жену. Она везет его, может быть, в ЦУМ или где-то, где новая выставка или новая коллекция или что-то интересное. А может, и любовницу ищут? Любовницу чуть позже. Чуть позже, да. Чуть позже. И потом любовницу или к любовнице цветы. А любовницы второго эшелона едут сами на трешках БМВ с полным приводом. Я помню, просто один обсуждал. Она требует БМВ. Она требует БМВ. Нет, товарищ, говорю. Любовница второго круга. Я говорю, так возьми с полным приводом. Я боюсь, что БМВ слишком опасная машина для ее жизни. Но он беспокоится. Я говорю, возьми с полным приводом. И вот, значит, любовница второго круга едет на БМВ сама с полным приводом, а любовница первого круга, она едет на служебной машине. Уже после жены. Жена на первом месте всегда. Ну так вот. И это все коррупционные преступления. Когда мы думаем о преступлениях Нила Ушакова, мы думаем, черт, ему просто придираются. Но, может быть, просто сами критерии чуть жестче, чем у нас. Я думаю так. Ну, то есть, можно говорить уже о том, что Латвия, ну, как, наряду с Литвой и Эстонией, это прям настоящая Европа? Или все-таки это еще? Мне, я не хочу обидеть Прибалтов. Я не хочу вас обидеть, ребята. Но мне давали градацию. Как-то в Далгов пился. Я имел хороший ужин с местными ребятами. И они мне давали градацию. Они мне говорили, где берут взятки и как. Касалось дело транспортной полиции. ГАИ. Значит, они говорили, в Эстонии самые четкие европейцы. В Эстонии. В Латвии 90% случаев дать не можешь. В Литве можно. С севера на юг. Да. Значит, я сейчас представляю, что скажут литовцы. Ребята, мне это говорили в Далгов пилце. Это не я придумал. В Эстонии взятку дать невозможно. В Латвии почти никогда. Ну, может быть. Ну, в Литве, ну, можно. Вот так что. А Нилушаков, как политик, допустим, в Россию, он вписался бы сейчас? Или он до мозга костей все-таки латвийский политик? Я не думаю, что он придет в Россию. Вообще Россия очень клановая. Чисто теоретически. Чисто теоретически не может. Россия искала таких ребят. Я вам напомню, в России был период, когда так называемый умный парень был востребован в политике. Это время, когда возвысился Хлопонин в качестве умного парня. Тот же Козак претендовал на подобную роль и так далее. Но этот период закончился. Сейчас главный слоган в России – это безопасность. Он не востребован русским обществом и русской элитой. Так называемый умный парень. Этот типаж сейчас не востребован. Он не нужен. Нужен надежный, верный и очень человек безопасности. Сейчас востребован. Вот преемником не будет умный парень. Будет именно человек из безопасности. Надежный. У нас на этой неделе сразу две потери. В России умерли актер Алексей Булдаков и режиссер-сценарист Георгий Данелли. Георгий Данелли был 88, Булдаков чуть помладше. Я думаю, на самом деле, что мы пользуемся этим моментом. Мы не можем ничего сделать против смерти. Валар Маргулис что тут добавить? Значит, все умрут. Но Данелли… Мы пользуемся этими моментами всегда для того, чтобы вспомнить этих людей. И Данелли, конечно, потрясающий. С моей точки зрения, извините, я, может быть, что-то скажу, что не понравится вам, но я скажу. Он удивительный философ-романтик. Величайший философ-романтик Данелли, с моей точки зрения. Я знаю, что он человек большого чувства юмора был, Данелли. И его чувство юмора, оно было и в фитиле. Вот в фитиле он снимался. Но для меня главное, вот если вы скажете Данелли, я скажу, это философ-романтик. Великий философ-романтик. Какой-то потрясающий, мягкой вот этой грузинской приверженности, раздумью. Грузины очень привержены вот такому романтическому раздумью, очень красивому. И Данелли в этом смысле уникальный, великий человек. А Булдаков, значит, на мой взгляд, поймал вот этот образ генерала Лебезя. Ну да, прям там сходство причем очень фотографическое. Ну он, конечно, вот человек, который был большим лебедем, чем сам генерал Лебезя. Конечно, он поймал вот это вот все вот. Ну, за то. Ну, за рыбалку. Вот это уникальное... Оно ему мешало. Ведь он потом, что бы ни играл, он все равно... Приклеивается, да. Это как Демьяненко и Шурик. Или как Краморов, когда, значит, сыграл вот это все, и он не мог больше играть ничего. Вот у Булдакова эта гениальная находка, как бы он нашел вот этот алмаз, вот эту роль, она абсолютно настолько огромна была и настолько симпатична, что она ему потом мешала. Мешала играть. Но мы ему за нее благодарны. Ну, за Булдакова. За Булдакова. Да, не чокаясь. Не чокаясь. Теперь уж, к сожалению. Сергей Доренко в прямом эфире RTVI, в сквозном эфире каждую пятницу. Спасибо, что были с нами. Смотреть можно нас как на RTVI, так и на YouTube-канале одноименном. Подписывайтесь, всегда интересно. Счастливо, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok